Политическая раздробленность привела к частым междоусобным войнам и ослаблению военной мощи восточнославянских княжеств. Воюя между собой, князья не обращали внимания на угрозу со стороны новых врагов. Что это были за враги и какие последствия для белорусских земель имели их нападения? Сегодня мы узнаем, когда в Восточной Прибалтике появились военно-монашеские ордены и крестоносцы, какие цели они преследовали. Познакомимся с событиями борьбы Полоцкого княжества с крестоносцами, последствиями монгольского нашествия для белорусских земель. Обратите внимание на план изучения темы. Первыми с опасными врагами столкнулись балдские племена. В конце XII века почти все жители Западной Европы исповедовали христианство. Христианскими были и земли восточных славян. Но жители Восточной Прибалтики – ливы, латгалы, земгалы, эсты – оставались язычниками. Поэтому здесь появились германские миссионеры – проповедники, посылаемые католической церковью для убеждения в преимуществах своей религии, и обращения иноверцев в свою веру. Вслед за миссионерами появились и рыцари военно-монашеских орденов. Вы помните, что духовно-рыцарские ордены – это организации рыцарей, создававшиеся в XI-XIII веках под руководством католической церкви для завоевательных походов против язычников, мусульман и для контроля границ христианского мира. Таких рыцарей в народе прозвали крестоносцами, так как на их плащах были нашиты кресты. В конце XII века немецкие купцы, рыцари и католические священники высадились в устье Западной Двины. В 1201 году с помощью немецких рыцарей бременский миссионер епископ Альберт основал крепость Ригу. Сейчас это столица Латвии. А в 1202 году здесь был создан военно-монашеский орден меченосцев. На своих плащах меченосцы носили изображение красного меча, откуда и произошло название ордена. Найдите крепость Ригу и территорию ордена меченосцев на картосхеме. Рыцарям ордена поручалось помогать епископу в крещении язычников. Подумайте, какие цели на самом деле ставили перед собой крестоносцы? На землях Прибалтики немецкие рыцари планировали создать феодальные хозяйства, в которых подчиненное население должно было служить ордену. Завоеватели считали, что их деятельность нужна Богу и что делают они все для христовой веры. Римский папа призывал всех рыцарей к крестовому походу в Прибалтику. Его участникам прощались грехи, а захваченные земли они получали в собственность. Почти каждый год рыцари нападали на незащищенные поселения языческих племен. Население Прибалтики оказывало сопротивление крестоносцам и иногда добивалось успеха, но из Западной Европы постоянно приходило подкрепление. Для укрепления на новых землях рыцари быстро строили небольшие каменные замки-крепости, которые являлись их опорными пунктами. Переходим к изучению второго вопроса противостояния Полоцка. Завоевательные планы крестоносцев тесно столкнулись с интересами Полоцка. Почему? Известно, что на северо-западе и севере полоцкое княжество граничилось землями балдских племен. Поставьте видео на паузу и найдите на картосхеме учебного пособия на странице 108 территорию проживания Ятвягов, Литвы, Ливов, Латгалов. Задолго до появления здесь немецких рыцарей племена Ливов и Латгалов платили дань полоцким князьям и на случай военных действий поставляли войско. Важное значение для Полоцка имело обеспечение безопасности торгового пути по западной двине Дорижского залива. В нижнем течении западной двины были основаны крепости Герцоге и Кукинойс, которые стали отдельными княжествами в составе полоцкой земли. Найдите эти крепости на картосхеме. Ими руководили наместники, которых назначал полоцкий князь. В 1203-1214 годах шли войны между крестоносцами и князьями этих городов, среди которых особым героизмом выделялись Всеволод и Вячка. Поставьте видео на паузу и прочитайте материал «Интересно знать» на странице 110 учебного пособия. Ответьте на вопросы. Кто помогал князю Всеволоду в борьбе с крестоносцами? Чем закончилась эта борьба? Как сложились отношения князя Вячка с литовцами и крестоносцами? Как погиб князь Вячка? Почему герцоге и Кукинойс не смогли защитить себя от крестоносцев? Крестоносцам удалось захватить крепости и установить контроль над западной двиной. После захвата герцоге и Кукинойса рыцари подступили к границам полоцкого княжества. Первым в борьбу с крестоносцами вступил полоцкий князь Владимир, который еще в 1203 году организовал поход на немецкие крепости Икскюль и Гольм. Но немцы откупились деньгами. Владимир хотел вернуть дань ливов, которую они уже платили ордену меченосцев, но безуспешно. В 1210 году Полоцк и Рига заключили мир, так как в поддержании мира были заинтересованы полоцкие купцы. Но Владимир не хотел мириться с потерей прибалтийских земель и собирал силы для нового наступления. В 1216 году полоцкого князя готовы были поддержать многие русские города, а также эсты и литовцы. Однако Владимир внезапно умер, и полоцкое княжество уступило в борьбе с крестоносцами. Полоцк перед опасностью угрозы со стороны крестоносцев искал связи с новгородской землей, над которой нависла опасность со стороны шведов. Военный союз, как это было принято в те времена, был скреплен браком. Новгородский князь Александр женился на дочери полоцкого князя Бречеслава. В знаменитой битве на Неве в 1240 году исключительной отвагой выделился палачанин Яков, который был на службе у Александра. И мужественно бился, и похвалил его князь, говорится в летописи. Поставьте видео на паузу и с помощью схемы на странице 111 учебного пособия сформулируйте результаты наступления крестоносцев. Переходим к третьему вопросу темы «Монгольские нашествия и белорусские земли». Во время борьбы с крестоносцами в восточнославянские земли ворвались не менее опасные завоеватели – монголы. На Руси их называли татарами. Вспомните, кто такие монголы? В первой половине XIII века в Центральной Азии возникла мощная монгольская империя. Основателем монгольского государства является Чингисхан, объединивший и подчинивший себе кочевые племена монголов. Поставьте видео на паузу, обратитесь к карте на экране и ответьте на вопросы. В 1237-1241 годах монгольское войско под командованием внука Чингисхана Батыя завоевало сначала Северо-Восточную, а затем и Южную Русь. В 1240 году был взят Киев. Угроза нависла и над белорусскими землями. Вглубь белорусского лесного края монголы не пошли. Полоцкую землю и понеманье татарская угроза обошла. Но сохранились сведения о набегах на Гомель. Во время набега на Волынское княжество в 1241 году монголы сожгли Берестья. Как сообщает летопись, галецко-волынские князья Данила и Василько не смогли выйти на поле, потому что был смрад от большого количества убитых. Поставьте видео на паузу и поработайте с картой по предложенным вопросам. Захватив много добра и пленных, завоеватели возвращались на Волгу в свое государство, Золотую Орду, которую создал Батый. Покоренные русские земли попали в зависимость от Золотой Орды, которая выражалась в уплате Дани и в том, что Золотой Ордынский хан утверждал особой грамотой, ярлыком русских князей в их княжествах. В отличие от Северной и Южной Руси, белорусские земли в зависимость от Орды не попали. Поставьте видео на паузу и с помощью схемы на странице 113 учебного пособия определите последствия монгольского нашествия. Подведем итоги. Сегодня мы узнали, что в период политической раздробленности восточнославянским княжествам пришлось вести борьбу с крестоносцами на западе и с монголами на юге. Крестоносцы захватили территорию Восточной Прибалтики. Полоцкое княжество уступило в борьбе с крестоносцами и потеряло право собирать дань с прибалтийских племен. Монголы осуществляли набеги на белорусские земли, но в отличие от Восточной и Южной Руси, территория Беларуси в зависимость от Орды не попала. Для закрепления материала вам предлагаются тестовые задания. Субтитры создавал DimaTorzok